В преддверии 9 мая мы родаем Георгиевску. А можно что-то вешать? Да, конечно. Брату, сестре и родителям. Георгиевские ленты в Казани буквально разлетаются, берут их с радостью. Некоторые даже предлагают свою помощь волонтерам. Всем желающим выйду, они сейчас разойдутся быстро, а я им буду давать, кто паркуется, зрителям своим. Не только зрители получают символ 9 мая сегодня и автоинспекторы, и водители автобусов, и прохожие. Эмоции казанцев от улыбок до слез. Память о дедушках наших, о дядях, которые не вернулись. Вот в каждой семье почти не вернулись. Понятно, спасибо большое. У меня уже слеза накатилась. Я пока свою убрала, пока не ношу. Почему? Ну, как только у меня будет возможность ее повесить красиво, тогда сразу же я ее надену. И буду ходить и гордиться ей. Для меня эту дорогую ленточку я обязательно приколю к сердцу и буду носить, потому что для меня это память. Это для меня очень дорого и очень дорого для нашей семьи. Акция «Георгиевская лента» сегодня стартовала по всей стране. До 9 мая в республике раздадут 300 тысяч черно-оранжевых символов. Получить их можно у торговых центров и у площадей, городов и муниципальных центров. Практически каждый день пленточки будут раздаваться в крупных торговых центрах на улице Петербургской, у театра Камала, в парке Победы. Ну и на 9 мая непосредственно уже на площади Свободы. Вечером акция придет в Челны, послезавтра в Нижнекамск, следом и в сельские районы. Акция «Георгиевская лента» будет проходить во всем мире вплоть до праздника Великой Победы 9 мая. Так память о героях, павших на защите Родины, передается из поколения поколения на века. Словат Мухаммадуллин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова